Негативный самогипноз Называть это привычной картиной мира Но весь вопрос в том Как мы интерпретируем Происходящее вокруг Как мы интерпретируем Происходящее вокруг Итак Вот вы проснулись Любимая тема Проснулись Первое, когда вы открываете глаза Вот это, знаете Этот голос может звучать даже невербально А вот так Ой, блин, вставать Понимаете Ну тут я вспоминаю этот анекдот Уместный такой анекдот У меня ничего не получится Уверенней Я уверен, что у меня ничего не получится Вот Поэтому смотрите Здесь очень важно Этого интерпретатора реальности Настроить Каким-то образом настроить его Потому что если вы его не настроите То у вас будут идти настройки по умолчанию Если настройки по умолчанию У вас Жизнь говно Трудно Как-то тяжело Сейчас идти вставать На улице холодно Идет дом И вот Вот он голос интерпретатора Если у вас настройки по умолчанию депрессивные Регрессивные Негативные Значит их можно перенастроить Ну вам нужно их замечать Прежде всего Потому что чаще всего происходит такая штука Нахлобучка Вот эти вот сложные состояния Они нахлобучивают И вам кажется, что жизнь действительно такова Но жизнь вот просто есть Она никакова Но все зависит от вашего внутреннего интерпретатора Как вы себя настроите Такой она и будет Настройки по умолчанию у депрессивных людей У людей, которые тянут лямку У людей, которые бурлаки на Волге каждый день У людей, которые Даже вспоминается эта картинка Бурлаки на Волге Тянут баржу И один из них говорит Ну сколько еще тянуть А другой говорит Я политикой не интересуюсь Поэтому смотрите Если вы тянете лямку Конечно же Нужно первым делом Если мне негативно и тяжело Пересмотреть какие настроечки То есть Кто ваши ближние Кто окружающие вас люди Зачем они вас окружили Живете ли вы себе в радость В удовольствие Ту жизнь, которую вы хотите Или вы какую-то другую жизнь живете Которую не хотите Дело в том, что этот интерпретатор Может вам действительно Давать важную подсказку Дорогой Или дорогая Ты живешь жизнью Которую Когда-то, может быть, она была и в радость Сейчас Пришло время что-то менять Вместо того, чтобы тянуть Но это не отменяет вашу ответственность За интерпретацию этой жизни Если интерпретация Изо дня в день Это что-то трудное Тяжелое Просвету нет Пошу без продыха Еду на работу Не знаю, куда эти деньги потратить Вроде бы их и много пришло Но оно не в радость Потому что тревога Страх, впахивание Такое Что думаешь Ну его нафиг Зачем мне это все нужно И вот это вот Вот он интерпретатор Тыдык-тыдык-тыдык-тыдык-тыдык И работает Каждому контексту своей жизни Выберите нужную интерпретацию То, которое будет вас вдохновлять Допустим, вам осталось до отпуска Отработать две недели И потом вам будут денежки И потом что-то впереди Вы себя так О, две недельки И все И едем Летим То есть вы смотрите на будущий результат А И тогда, когда вы видите Будущий позитивный результат Вам безусловно проще Чем если вы видите То, что сейчас вам нужно Например, ехать на работу И даже так впахивать Вы приходите Утром просыпаетесь Вы идете Душиком Холодным Горячим Делаете себе вот эти штуки Разминаете поясничку Вы смотрите Вот первым делом Смотрите Язык тела Вы сутулитесь Вот так Подошла к зеркалу Вы, увидев в зеркале Свою рожу Говорите себе Блин, какой Я уже вообще старый Я вообще уже не кондишен Я вообще жуткий Я уставший Какая усталая рожа Я не выспался И вы себя гипнотизируете Это негативный самогипноз Если вы видите свое лицо Которое еще не проснулось Вы строите рожице этому лицу Вы прикольную какую-то песенку Вот мужики говорят Любят голыми В душе петь песни Вот Я, например, песен в душе не пою Но это тоже своеобразная И прекрасная самонастройка И вы представляете Уже представились Хорошее воображение Как я голый стою в душе И прям пою Вот И прям вся вода стекает по мне Бодрость Свежесть Вот у меня очень хорошая такая тема Я многому учусь у своего пса Когда он выходит из душа Или из ванной Он иногда сам туда запрыгивает Ему нравится Он так делает Станьте немножко собакой Запустите волну Если утром вы видите ваших близких И они вам не в радость Запустите волну радости И вам это возвратится Запустите волну комплиментов В конце концов И вам это возвратится Безусловно Скажите о том, что вы рады видеть Но только найдите чувство, что вы рады Ведь можно же сказать Я, ой, доброе утро Я что-то сегодня И вы запустили волну депрессухи Если в раз Глазки сияют О-хо-хо Типа мы еще молодые Нам 65 Но мы еще молодые Свежие Вы так сказали, например, своей жене Она так офигела немножечко А потом так Ну да, дорогой Да, дорогой Она такая секси пошла И даже халатик Так прирастигнула Так аккуратненько Не важно, сколько вам лет По физике Важно, насколько вы себя чувствуете Чувствовать себя на столько-то лет Это исключительно работа интерпретатора Запустить волну бодрости Это исключительно шаг осознанности Вот если вы чем-то занимаетесь Если вам подали холодный кофе Конечно, можно испортить всем настроение Мы так чаще всего и делаем Но как-то можно ведь сказать, дорогая Как хотелось бы крепкого кофейку И прям горячего Вот Понимаете Никто не виноват в том Что вы себя не настроили Ну, даже вы не виноваты Но ответственны вы Вы не виноваты почему? Потому что настройки по умолчанию Сегодня день осознанности С праздничком, друзья Объявляйте каждый день 365 дней в году Днем энергии и осознанности Осознали энергии маловато Запустили волну У вас здесь в животе очень много энергии Фонтанчик Раз Запустили Я иногда вот такую штуку делаю Раз И запускаю волну вокруг себя Вот Вы идете на работу И может быть дождь И может быть вы вступили в лужу Не повод расстраиваться Слава Богу Весна пришла Вот Вы увидели людей Которые Ваши сотрудники И так далее Вам может быть И даже не очень Плохо Есть такие люди Прям бубукальщики Они видят кого-нибудь И бубукают Ну вот И всем портят Есть люди Которые считают своим долгом Испортить другим настроение Если Они вот радуются А что радовать А что вы радуете А что Понимаете Зачем 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 Если вы источник Наполняете других Тем состоянием Которое вы хотите Чтобы вам возвращалось Купайте людей В радуге Буквально Разноцветной Разбрызгивающейся Радуге Как сказать Вот этих Вот Хороших эмоций В Индии Есть даже Специальный праздник Праздник Холи Когда В течение целого дня Люди ходят По улицам По площадям И Разбрасывают краски Съездите в Индию На стажировку Или хорошее кино Посмотрите Как они просто Разбрасывают краски Ни для чего Одежда потом Краска Иногда отстирывается Иногда не очень Ну и в этом Не в этом прикол Что потом не отстирать С джинсов Например Или с вашей белой рубашки Краску А в том Что вы можете себе позволить Радоваться Без причины Поэтому Задача здесь Просто Этого внутреннего Интерпретара Отследить И перенастроить На каждый Контекст жизни На каждый Контекст дня Найдите Положительные Позитивные Установки Макайте их В такое же Чувство И Пусть люди Вкушают это Вместе с вами Разделяйте Эту трапезу Любви Если я Я человека Люблю Ну или хотя бы Вот он мой ближний Ну не люблю уже Ну вот как в том анекдоте Ну не люблю я тебя Изя Не люблю больше Ну как-то вот Зачем же хуже Делать тем людям Которыми вы Вынуждены жить Но вы не любите Найдите в себе Теплое чувство К ним Если Человеку Что-то от вас Надо Ну дайте ему Это Ну дайте ему Это Вы увидите Что человек Счастлив И это счастье Вернется В вас Вспомните Крошку Енота Из мультика Про улыбку Понимаете Он тоже Ходил с мрачным Лицом И бил Палкой В озеро В котором Было его Отражение Но каждый Человек Это наше Отражение Каждый Человек Отражает Меня В зависимости Того Что я излучаю Вот сидит Оператор Грустный А я смотрю Что Да Что он Не грустный Потому что Даже если Я замечаю Что он Грустный Я не говорю Леш Что ты грустишь Не грусти О чем ты грустишь О чем ты печаль И конечно У меня есть шанс Погрузить его В печаль И вытянуть Эту печаль Из него И может быть Она выйдет Печаль Он мне расскажет И ему станет легче Но лучше Вытягивайте В радость Находите Какой-то импульс В себе Чтобы быть Тем излучателем Понимаете Вот смотрите Иногда человек Вот позитивный Но втягивает В какую-то Тебя деловую историю Он Может быть Как-то В какой-то Даже невыгодную Сделку Но мы ведемся Потому что Человек-то Хороший Понимаете Человеку Хорошему Доброму Светлому Позитивному Невозможно Противостоять Если вы хотите Такому человеку Противостоять То у вас Не получается Потому что Он излучает Радость И любит И вы соглашаетесь За менее выгодную Сделку Ну например 50 на 50 Ну потому что Отношения Важнее Я знаю Одного человека Который По утрам Уже знает Что у него Глючный интерпретатор Но как только Он Если утром Проснулся Не успел настроить Он такой Ходит целый день Я ему говорю Слушай Ну зачем Ну вот что Действительно Я плохо себя чувствую Вот еще Хорошая штука Я плохо себя чувствую Ну например Там Или я болею Или Другое слово Смотрите Я выздоравливаю Вы просто Меняете слово Но ощущение От этого Меняется Послушайте Доктор Липтон Он как чай Я его запомнил Липтон Вот Он раз Говорит Что то Что мы произносим Как мысль В своей голове И как слово Заряжает Тем или иным Энергой То или иной Энергоинформацией Каждую Нашу Клеточку И если я говорю Я болею Клеточки Такие Ммм Ммм Когда я говорю Я выздоравливаю Вот это СД Когда звучит Смотрите Русское СД 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 Там Выздоравливаю Звездец Например Да Там Сразу Раз Так Звезда Здесь Вот Здесь Если сейчас Раз И все СД Запустилось У вас Клеточки Раз Зашевелились Такие бодрые Зарядочку делают Кто-то там Пранаяму делает Кто-то Запускает Волну Вы Фантазируете Вы думаете И вокруг вас Собираются Такие же Здоровые люди Унывающие Ой Он Ему хорошо Он не понимает Как мне плохо Ну понимаете Есть какие-то Случаи Когда нужно Понять Просто Человека Что тебе Плохо Ну аккуратненько Если у вас Вибрация Высокая Вы берете Даете руку И мягко Вытаскиваете Не всем людям Можно вот так Вот прям Говорить Все нормально А у него Там Ненормально И тогда Это не по правде Вы Сбавили Свою частоту Вибрацию Соединились Пальчиками Вот так вот О И аккуратненько Раз Сюда 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 И потянули Переключили Внимание Чем больше Позитивной Жизнерадостной Светлой Любящей Энергии Вы привносите В мир Тем больше Получается День не задался Слышите Как будто бы День может задаться День делаем Тем или иным Мы сами Ну неужели Непонятно Вот речь Да Вот Она определяет Мы Мы как бы Линкуем Смотри День не сдался Типа Это он Виноват А дня Как такового Нет Где этот Чувак По имени День Я ему Просто сейчас Вмажу Просто за то Что он Такое Мне устроил Ну нет Никакого дня Который не сдался Есть я Который Произносит День не сдался И поэтому Ну раз День не сдался Закат Закат Солнца Сегодня В 19-18 Например Значит До конца дня Я имею право Жить В режиме Унылого Ожидания И да И как мы Говорим Внутри Себя Как мы Говорим Внутри Себя Потому что Вовне Мы можем Подстроившись Под социальные Ожидания Вести себя Даже позитивно Но Это будет Лицемерием Согласись Если внутри Снаружи Я Выдерживаю Дресс-код Этот Этикет Какой-то Ну там Радуюсь А внутри Вот И потом Я иду Одиноко Под дождем Грущу Поэзия Приходит В таком состоянии Даже Но Если ты В таком состоянии Творишь Есть творцы Которые могут Гениально Писать Вот эти Унылые Состояния И Например Ну у меня Все двойственные Отношения К такой Поэзии К такой Прозе С одной Стороны Если я Сам Ну В унынии В депрессухе И кто-то Это мастерски Описал Так по-полосковски Или по-владенниковски Раз Я думаю О, есть люди Которые Смогли это писать Есть Я не один В этом Трандице Но с другой Стороны Иногда Попасть В это Депрессовое Благодаря поэзии Вот, как говорится Под хороший Под бокал Хорошего красного вина Но увлекаться Не стоит Ты помнишь Это Осень Ты на грусть Мою Похожа Осень Я люблю тебя И все же Осень Вместе Будем До зимы В душе Вот Про осень Про дождь Там Дождь Звонкой Пеленой Наполнил Небо Майский Дождь Да Понимаешь То есть Есть Какие-то Даже Такие Штуки Что ты можешь Сам Про эту Осень Ты просто Ага Так Интерпретатор Заказываю Позитивную Песню Про осень Она Может В твоем Плейлисте Оказаться Первой Если Это не Про осень То Ну Смотри Это же Так Ну Раз Желтизна Вот Эта Вот Пошла Капли На листе Капает Вода На лист То есть Из этого Можно просто Дзенское Такое Удовольствие Словить Ну Конечно Денег Нет И одеть Нечего Это Самая Такая Тоже Русская Мантра Отлично Или Решаешь Вопрос Денег Нет Чтобы Они Были Вот И тогда Ты можешь Сказать Денег Нет Но Даже Если Денег Даже Если Денег Нет Я Куплю Себя Обед То есть Прикалываешься С этим Интерпретатором И флиртуешь Именно Так Вот Ну То есть Смотри Потом Одеть Нечего Конечно Посмотрите Вот Друзья Вот Эта Тема Насчет Одеть Нечего В ней Есть Какая То Загадка И Когда Мы Шутим Над Женщинами У которых Полный Гардероб Но Одеть Нечего Что Это Такое Это Интерпретатор Который Включает В тебе Программу Все Плохо На На самом Деле Женщина Всегда Есть Что Одеть Вопрос Что Одеть Что То Или Как То Аккуратненько Что То Сделать Или Здесь Это Ж Состояние Женщины Вопрос Могу Ли Я Взять Состояние И Одеть Это Синее Платье Которое Мне Уже Не По Сезону Или Которое Вышло Из Мода Так Понимаешь Смотри Я одеваю То Платье Вот И На Лабутенах Я Прихожу Я Иду В нем Так Если Есть Состояние Смотрите И внешность И одежда Играют По другому Человек Если Есть Состояние Платье На тебе Может Висеть Дорогая Как Мешок Если Ты Денег Нет Одеть Нечего И В то же Время Все Уже Привычное Для себя Ведь Это Для тебя Только Привычное Другие Тебя В этом Платье Не Видели Потому Что Ты Уже Успела И Сменить Работу И На Улице Люди Тебя В этом Платье Не Видели Но Ты Берешь Состояние И Одеваешь Ты Берешь И Начинаешь Играть И А Если Вопрос Безденежья Так Я Хочу Сказать Интерпретатор Под Названием Денег Нет Создают Такую Невыносимую Ситуацию Это Вера Это Почти Религиозная Вера Что Денег Нет Что Когда Тебе Будет Возникать Возможности Или Сменить Работу Или Какое Выгодное Предложение Вот Это Стекло На Котором Написано Денег Нет У тебя Как В метро Написано Оно Тебя Будет Гипнотизировать На То Что Денег То Нет А Это Все Знаете Знаем Мы То Ты Будешь Отсеять Все Возможные Предложения Потому Что Интерпретатор Решает Все Поэтому Берешь Тряпочку Берешь Хороший Вот Этот Очистительный Порошочек И Вот Со стекла С обратной Стороны Как Вот Надписи В метро Знаешь Такие Вот Есть Да Соскабливаешь Денег Нет Денег Нет Соскаблила Эту Надпись И Написала Там Но Только Так Чтобы Читалась С Убеждения Зато Есть Возможности И Возможности Много Но Весь Вопрос В том Вижу Ль Я Возможности За Своими Убеждениями О Жизни За Своими Убеждениями О Вот Смотрите Вот Реклама Люди Которые Создают Рекламу Это Люди По Своему Гениальны Для Того Чтобы Продвинуть Какой То Товар Они Создают Такую Картинку На Полторы Минуты На Пол Минуты Что Прям Хочется Мы Конечно Все Уже Взрослые Люди В рекламу Не Верим Знаю Что Это Все Новогодние Сказки Но Тем Не Менее Создай Себе Рекламу Создай Образ Лучшего Себя И Соответствую Этому Образу В чем То Даже Вот Эти Инстаграм Соц Сети Помогают Там Мы Хотя бы Пытаемся Или Препробуем Лучший Образ Себя Мы Фоткаем Себя Мы Прям Клацаем Себя Мы Прям Так Делаем Ну Почему Мы Сдуваемся Нередко Когда Фотоаппарат Не направлен На нас Вот Поэтому Вот Эту Позитивную Волну Если Вы Привыкли Жить На Более Низкой Частоте Чего То Нет И так Далее Но Или Ты Позволяешь Этим Негативным Гипнотическим Каком-то Концлагере А не В московском Метро Туда Попадать В душу Или Ты Говоришь А нифига У меня Праздник Души Я Не Говорю Что Нужно Игнорировать Какие-то Правила Вас Просто Оштрафуют Если Вы Будете Нарушать Но В душу Это Пускать Не Надо Потому Что Если Вот Оно Звучит И Мы Знаете Я Считаю Что Если Мы В каком-то Ну Напряженном Ситуации Находимся Например Недружественная Среда Или Какая-то Среда Где С нами Могут Быть Не Очень Коррект Не Очень Уважительные Здесь Я Собираюсь Внутри Я Храню Свой Мир И Не Позволяю Вот На Это Негативному Отношению К себе Влиять Мы Тогда Попадаем В ситуации Где Просто Внутренне Нужно Закрыться И Тогда Снаружи Излучать Той Или Эмоцию По Ситуации Но Ведь Мы Же Попадаем Смотрите Многие Люди Когда Приходят В Какие-то Госучреждения Или В Милицию В Полицию Иногда Не Дай Бог Вам Попасть Мы Сразу Так Раз Мы Маленькие А Они Большие Чиновники Полицейские Но Я Видел Тех Людей Которые На Московских Митингах Смотря На Этих Полностью Экипированных Полицейских И ОМОНовцев И Росгвардейцев Вели себя Совершенно Свободно Потому Что Они Смелые Они Беззащитны Но Они Излучают Позитивный Настрой И Я Уверен Что Эти Пацаны За Своими Запотевшими Забралами Ну Как-то Даже Недоумевали Но Они Смотрят Мы Тут С дубинками Экипированы А эти Без Ничего Мы Любого Можем Выдернуть Но Они Излучают Силу Силу Позитивного Настроя Силу Внутренней Смелости Силу Уверенности В том Что Это Все Навсегда И Тогда По Энергичности Или Я Защищающийся Омонов Запотевшим Забралом Который Внутри Там Боится Эти Пацаны Реально Боятся Потому Что Они Понимают Что Это Несправедливо Они Не Могут Не Понимать Если Они Конечно Не Зомби Или Я Излучаю Позитивность И Тогда Вообще Ничего Ну Ничего Не Страшно Потому Что Чувство Внутренней Правды Чувство Ну Какого-то Понимания Этого мира Желание Привнести В него Больше Добра Больше Заботы Больше Какой-то Любви Оно Является Излучением У людей Которые Выросли В атмосфере Любви Взаимопонимания Хороших Семейных Отношений Оно В большей Степени Проявлено Но Вот Когда Человек Где-то Под грузом Тех Или Иных Обстоятельств Раз Сдулся Сломался И стал Бурлаком На Волге Вот Здесь Необходимо Сознательные Усилия И Правильную Как сказать Вещь Утверждает Один мой Хороший Друг По имени Алексей Но не скажу Какой Окружайте себя Людьми С позитивной Вибрацией Если Вам Приходится Выслушивать Бесконечные Жалобы Или Какие-то Трудные Вещи Если Вы Не Психотерапевт Даже Можете Задать Простой Вопрос Ну У тебя Очень Трудные Обстоятельства Я согласен Ну И Что Ты Будешь С Этим Делать Как Ты Будешь Менять Жизнь Таким Образом Чтобы Это Ну Исправить Что Ли Изменить Какие У тебя Есть Предложения По Выходу Ну Вот Если Дело Конечно Не Человеку Этот Вопрос Поэтому Желаем Всем Вам Научиться Ладить С интерпретатором Слышать Внутренний Голос Распознавать Его Иногда Это Не Голос А Внутренний Стон Превращать Его В радость Петь В душике Раз Два Три Четыре Пять Я Иду Искать Так Начинается Детская Считалочка Да Кто Обзывается Тот Так И Называется Вот Поэтому Используем Детскую Считалочку Раз Два Три Четыре Пять Я иду Искать Обычно Смотрите Когда мы Ходим На концерты На спектакли И знаем Что там Играют Люди Которые Нам Нравятся Которые Восхищают Идут Не на спектакль Чаще всего А на актер На того Что там Будет На какой Нибудь Мюзикл Который Там Постановочный Вот В детстве Я очень Заряжался Ну Вы скажете Абут Они все В позитивной Тональности Та 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 Вот А вот Это Смотри Маны 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 Да Это все знают Понимаете Там даже В минорных Песнях Есть такой Позитивный Настрой Но вам Не подходит Найдите В своем Поколении Потому что Я это уже Давно То есть Это Сейчас Уже Не звучит Смотрите Я иду Куда-то Где Есть Такие Люди Я Вижу Объявление Где Есть Люди И вам Нравится Как Человек Говорит Как Рассуждает Вы Посмотрели На видео Но Это Не решает Вопрос Решает Вопрос Когда У меня Такие Друзья Я Хожу В те Пространства В которые Резонируют На Вот этой Волне Любовь Радость Позитивность Вера Хорошая Добрая Светлая Я просто туда Прихожу И я там Начинаю Первый Подходить И заводить Знакомство Вот Когда ты Первый Подходишь Заводишь Знакомство Это всегда страшно Тебя могут Отвергнуть Интерпретатор Говорит Не подходи Тебя Отвергнут Да Кому Ты такой Нужен Да Кому Леш Ну кому Ты такой Нужен Ты скучный Человек Тебе Нечего Дать Другим Людям Смотрите В этот Момент Если я Преодолеваю Отодвигаю Стекло Толкаю Так как В метро Стекло Это Толкают Я Выхожу И В процессе Разговора Что-то Рождается Я Выражаю То Хорошее Я Замечаю То Хорошее Что Вижу В человеке По-честному Только Комплименты Должны быть Ну Какими-то Неординарными Не Не Примитивными Какая у тебя Красивая Кофта Ну то есть Бред Какой-то Блин Значит Кофта Красивая А я Понимаешь Вот Раз И ты Начинаешь Ну как бы Где-то Зацепится Где-то Не зацепится Вот Где-то Человек С этим Чем-то Таким Трудным Живет Может быть Годами Может быть Он пришел Как и ты Подпитаться Вот Чем-то Позитивным Но Я хочу Сказать Что тот Человек Который Не просто Для себя Решает Вопрос А вот Он смотрит Любви Мало Радости Мало Люди Что-то Загрузились И он Думает Ну-ка Я сделаю Что-то Для других Например Устрою Танцевальную Вечеринку Сам Снимаю Зал Сам Арендуя Аппаратуру Светомузыку Вот Плачу За все Это 60 тысяч Рублей Из собственного Кармана И всюду Вывешиваю Объявления Вконтакте В фейсбуке В инстаграме Приходите Бесплатная Вечеринка Для тех Кто И дальше Придумайте Сами Комитро Октябрьское Или Октябрьское Поле Или может быть На Тверской Или может быть Где-нибудь На Ямской Ну вот Или в районе Белорусского вокзала Вы Приглашаете Я хочу сказать Когда вы Делаете Свой Вклад Бескорыстный Во Вселенную Я не буду Вас заманивать Друзья Посмотрите Что из этого Выйдет Но обычно Выходит Что-то хорошее Вселенная Начинает Безусловно Вкладываться В тебя Ты сделал Подарок Людям Люди Подарили Что-то Тебе И это Работает Как закон То есть Здесь Вот этот Принцип Я его Давно Просек И сформулирую Начинай Отдавать Людям То Что ты Хотел бы Чтобы Оно Чтобы То Чего не хватает Тебе А откуда Ж брать А вот Начинаешь Отдавать И увидишь Что поток Радости Вдохновения Танца Позитивности Как бы Он Каким-то Образом Тебя Захватывает И потом Ты уже Забыл Зачем Это Делать Ты просто Радуешься И все Но если Ты думаешь Думать Так 60 тысяч Блин Заплатил А что-то Не приходит Ничего Не окупается Чего-то Это Все Фигня Это Все Ну Так Не работает Вот Но В тот момент Когда люди Будут Приходить Благодарить Может быть Еще Конечно Ну Спиртных Напитков Не надо Но Соку-то Поставь Там Или Какой-нибудь Чай Кофе Вот И все А за что Купить сок За свои Конечно Ну хорошо Общий бюджет 67 тысяч Но не обеднеешь Если ты в Москве Живешь Вот Начинаешь Отдавать То Чего тебе Не хватает Видите Понимаете Вот Когда Вот Такое Чего-то Внутри Возникает И рождается Идея Приходит Вот Я уверен Что три человека Которые в течение Суток Посмотрят Это Посмотрят Это видео Уже Загорятся Таким образом Я Бескорыстно И от души Записывая Это видео Уже Делаю Свой вклад Во вселенную И Не так Чтобы я жду Что она окупится Я просто радуюсь Тем Что могу подарить Поделиться Теми идеями Которые работают И в моей жизни Вот и все